«Сказано, потому что ты скрывающийся Творец». Это означает, что Творец скрыт от нас, а нам дана заповедь веры, верить в Творца, что Он управляет миром, управлением добрым и несущим добро. И когда человек начинает смотреть на Творение, он полон сомнений, потому что доброе и творящее добро не раскрывается в мире, и он должен верить в Высшее Знание, что управление Творца — доброе и несущее добро. И хотя это ему не раскрыто, он должен сказать, есть у них глаза, да не видят. Да, то есть Творец действительно наполняет всю реальность, нет никого, кроме Него. И это всё зависит от человека, насколько человек приближается своими свойствами к свойствам Творца. поэтому, хотя Творец скрыт, скрывается, мы должны приблизиться к Нему согласно тому, насколько мы понимаем, что это Он. пока мы из тьмы, из скрытия не представим себе, не нарисуем себе образ Творца в правильном виде. И это всё зависит от наших внутренних исправлений. И эти исправления называются силой веры. Что хотя Он скрыт, мы силой нашей веры рисуем Его образ, как будто Он раскрыт. Если Он в скрытии Творец, то как ты знаешь, что ты работаешь в правильном месте? Мы не хотим, чтобы Он раскрылся, потому что это также против творения, против процесса, против исправления. А мы хотим относиться к Его скрытию, как к возможности исправить себя, чтобы быть в отдаче. И в той мере, в которой я внутри себя строю образ Творца, так я вижу Его в таком виде, и с этим образом я соединяюсь. я не прошу у Творца, чтобы Он раскрылся. Нет. Наоборот, пусть остается вскрытие, а я приближусь к Нему, когда Он вскрытие. е bushes, В уд без див